Музыка Ой, с чего же начать-то? Смотрите, 10 глава. Надав из сынов Аароновых, когда они служили перед Господом, они сделали в храме что-то, что было вопреки тому, что Господь ожидал от них. И они послужили это, поплатили своей этой жизнью. И вот если мы читаем в самом начале, что они произвели искурение, и перед Господом огонь вышел чуждый, которое Он не велел этого делать. Если мы обратим внимание на свою жизнь, то мы поймем, что много в нашей жизни Бог милует только по той причине, что Он нас очень сильно любит. Но иногда мы делаем то, для чего Он нас не просит, и то, что Он нас не ожидает от нас. Но тем не менее, желаю, чтобы мы постанавливали, делали то, что Он желал бы для нас, что это было бы в наше просто благословение. И вышел огонь от Господа, потому что они подняли свой огонь, и сжег их, и умерли они перед лицом Господним. И сказал Моисея Аарону, «Вот о чем говорил Господь, когда сказал, «Приближайтесь ко Мне, освящусь, и перед всем народом прославлюсь».» И Аарон молчал. Ему, наверное, очень сложно было говорить в это время. Во-первых, он потерял своих сыновей, а второй, где-то в глубине он понимал, что что-то делает не так, и что-то делает неправильно. Поэтому сколько Бог нас призывает, чтобы в наших словах, в наших поступках было все настолько соответствовало вот Его сути, Его природе, и чтобы мы поступали не только просто по Его воле, но жили, потому что много откровений, которые мы принимаем от Господа, они ложатся полками просто знаний, они занимают нашу интеллектуальность, можно сказать, но они не приносят нам пользы, потому что мы ничего с этим не делаем. И часто в народе Божьем было именно так, что «Ты, Господь, говори, нам это все сладостно слышать, но в нашей жизни как-то все происходит иначе». И поэтому Бог желает, чтобы то, что Он говорил, люди внимали. Поэтому сыновья, которые сделали именно не по уставу, не сделали те вещи, которые должно было бы сделать, «Сошел огонь, и тогда поглотил их». Это точно так, как был ос, который захотел поддержать, как по-русски сказать, ковчег, который был на чем? И он погиб. Он не был на шеста, он был на повозе таком, да? На повозе. Повозке. И тогда наклонилась, и он думал, что он сейчас делает Божье. И это, можно сказать, так проследить, что это слово, которое вот похоже на то, что они хотели сделать, чтобы угодить, а вышло, как мы по жизни говорим, как всегда. Почему? Потому что часто в нашей жизни его слово, оно проходит мимо ушей. И вот далее, и я думаю, что это относится и к нам, и ко всем слышащим. Вот в девятом стихе говорит, что вина и крепких напитков не пей, ни ты, ни сыновья твои с тобою, когда входишь в скинье собрание, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды. И мы знаем, что использовать можно абсолютно все. Даже Павел однажды сказал, что ты можешь все попробовать, но все ли даст тебе пользу в твоей ли жизни? Я вспомнил такой случай, когда я был в Сакраменто, между собраниями нас привели пообедать. И там положили такие вот спиртные напитки, и люди, ну, вроде бы верующие, вроде бы знали, как поступать. Но тем не менее, они предлагали, смотри, галилейское вино, это же прямо с вашей Галилеи там. А это вино такое вот, и оно утверждено именно таким раввином. Но я-то понимал, что вечером у меня будет служение, собрание, и мне нужно стоять перед собранием нормальным и что-то говорить им. А я просто представлял, поскольку я то не пью уже 25 лет абсолютно, выпив несколько, так сказать, этих румочек, я могу выдать то, что не подлежит совершенно объяснению. И для служителей это особым образом каким-то... Ведь вы знаете, мне всегда доброжелатели держат меня в форме. Знаете, да. Почему? Потому что они всегда следят. А ну, сделает ли он так, или поступит ли так? Но я вам скажу, что когда-то, когда мы не знали путей Божьих, ну, мы предполагали о нем, и даже когда мы ходили в синагогу, и когда мы брали мацу, и брали вино, и так далее, и много, может быть, не размышляли так глубоко, как бы желал бы это от нас Господь, мы просто понимали и знали, что это так, такое положение. Но когда я явился Машиех, когда я открыл глаза, тогда мы понимаем, что это не принесет мне благословения, что, конечно же, можно, потому что Писание, также притча говорит о том, что секера буйна, и там что там произносит, да, и тогда многие люди, ну, знаете, что... Я не удивлю вас, если вы увидите какого-то пьяного человека, который несуразицу какую-то говорит. Конечно, если вы приедете в Израиль, то я думаю, что, может быть, вы с трудом найдете какого-то вот именно такого человека. Вот. Почему? Потому что обстоятельства нас вынуждает не пить. У нас 9 месяцев жара, тепло. Тепло. Ну, как такое тепло можно позволить себе, крепленное? Но здесь говорит речь не о простых людях с нами. с нами, с вами, когда мы приходим, а именно о служителях, которые должны стоять перед Богом и которые должны быть хранимы не только Богом, но также своей жизнью, своими словами. Они должны стоять перед Богом, живым, и принести слово для других людей. Поэтому, если мы увидели, вот именно этот момент... Почему? Потому что Бог всегда желает отделить свой народ и сказать, что вы взятые в удел. Народ особенный. Поэтому следующая глава, 11-я, это моя самая любимая глава. О ней я могу размышлять часами. Почему? Потому что тут говорит, о каких птицах и животных нужно употреблять пищу, о каких не нужно употреблять пищу. Я вам скажу, что я родился еврейско-коммунистической семье, атеистическо-русской семье. Вот. Вот, где мама еврейка, папа русский. Поэтому я русский еврей. По галахе считаюсь евреем. Но в нашей семье никогда не было принято прием пищи, кошерного сала. Ну, я утрирую немножко. Вы мне, пожалуйста, простите. Можно, да? Чтобы немного это было не так уж осугублено. А я уже не кушаю сало, как кто-то мне сказал. Но я скажу, что я никогда его не ел. Почему? Потому что моя мама никогда не готовила. Почему? Потому что ее мама никогда не готовила. Потому что мама, 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 мама никогда не готовила еду, именно свиное сало. Почему? Потому что они ходили в синагогу, и Рейбе говорил о том, что этого не нужно употреблять в пищу. Но я просто изучив это животное, я просто понял, Боже, а как возможно такое животное кушать? Представляете, чувствительность его за шесть часов перед тем, когда его заколит, он уже визжит, как вы слышали, как свинья. Поэтому от этого мы просто понимаем, как можно тот адреналин, который он пускает в это свиное сало или мясо, употреблять пищу. Это же совсем не суразно. И, конечно же, для народа израильского, который живет в Израиле, употреблять свиное мясо даже опасно. Знаете почему? Потому что у нас жаркое время года девять месяцев, у нас нет дождя, он не капает, и после Песоха он вообще прекращается быть в Израиле. И вот можете представить, человек, который употребляет это, у него развивается, потому что разлагается это мясо и развиваются некие такие трихоны, его называют, палочки, которые съедают, так сказать, изнутри этих людей. Но как возможно себе даже помыслить и позволить что-то вложить в себе. Некоторые люди говорили мне о споре, и, конечно же, это люди, которых я очень сильно люблю и всегда буду любить, как Господь дал мне возможность любить этих людей. Мы же новое творение, поэтому мы можем кушать, кушать абсолютно все. Но если привечь здесь, вы знаете, вообще все само послание к Писанию, к левитам, оно уже обособленно как-то говорит нас, что ты можешь все делать, но не все тебе будет позволительно. Я вам вот так сказал, я живу в районе в Иерусалиме, который называется Ромат Байтакеры. И совсем недавно я пришел, просто буквально в восторг, что оказывается эта часть этого района, это холм, Аромат это холм. Когда-то был храм, больше 2000 лет назад, и 2000 лет назад, и там жили левиты, которые служили при храме. И, конечно же, у них были там их дома, их обеспечивали продуктами, они питались, и все, что им нужно было делать, освящать себе для народа, для того, чтобы молиться за этот народ, чтобы приносить, как Писание говорит, жертвы за этот народ. И, конечно же, просто, почему я вышел в восторг, потому что я знаю, что Господь, Он везде, Бог вот такой вот утонченный, можно сказать. Потому что я думаю, что если ты отдан для служения Богу, то, конечно же, даже место, где ты находишься, независимо от того, что это прошло 2000 лет, оно словно вчера, это можно было отголосками такими слышать, о том, что это здесь, это вот здесь происходило когда-то. И, конечно же, чувство глубокое посещает. Господь, я хочу быть отделенным для Тебя, чтобы каждая нота, каждая песня, каждое возглашение Тебе были не просто совершенные, совершенно это понятие такое растяжимое, можно достигать, но чтобы было искренное, честное и больше всего откровенное. И помню, когда я принял спасение, уже в этой осени будет 25 лет, меня привели в одну мессианскую церковь, и я думаю, что имя этого, если я сейчас упомяну человека, вы очень хорошо знаете. Мы сидели на стульчиках рядом с одним сегодня уже известным пастырем и рэбе Борисом Грисенко, смотрели друг на друга и думали, а что мы тут делаем вообще-то? И некоторые нам доказывали, как новое творение, теперь ты можешь употреблять все, но внутри, как старое творение, отказывается этого принимать. Это удивительно. Я был в одном селе, и меня там накормили чуть-чуть этой тварью, по-неосторожному, чуть не умер от этого. И это было так мне тяжело просто, потому что это чуждо для меня, как и огонь чуждый, он воспаляет какие-то ненормальные желания, какие-то ненормальные, неестественные желания. И часто я думаю, что Бог призывает нас, что то, что мы слышим здесь, пусть бемешах шаво, или на протяжении этой недели, она дает нам размышления. Потому что вот наш торг, он достаточно хороший торг, и зачем мне там исследовать, потому что там уже пять раввинов перепроверили ту курицу, или то животное, которое мы хотим употребить, что оно нормально. Конечно, я недавно посмотрел фильм, я на какое-то время вообще отказался от употребления животных, но все же я думаю, что если Бог сказал, что вы можете это использовать, употреблять, то знаешь, что употреблять? Поэтому разве если ты не только отделен для Господа, даже если ты освящаешь, как и пищу свою освящаешь, освящаешь то, что подается на твой стол. Поэтому зачем овца, которая болела туберкулезом, или курица, которая синяя, неизвестно, чем ее там, ну, не оживили, а умертвили, попадает на твой стол. Поэтому ты смотришь о том, что Бог желает тебе лучшего. А от этого, я вам скажу, вы знаете, особенно старшему поколению, когда я встречаюсь уже с такими, как я, они имеют вот такой, ну, это не к вам сказано, живот там, скажем, или, ну, вы понимаете, что. И мы начинаем общаться. Я говорю, ты знаешь, у меня, а что у тебя, у меня там болит, здесь болит. И я начинаю злиться на это. Я говорю, послушай, я говорю, а что ты употребляешь? Что ты делаешь вообще-то? И тогда, когда начинается такой вот разброд в его жизни, он сказал, приведи это все в порядок. А что у тебя, никогда желудок не болит? По сути, он вам скажет, никогда он не болит. Почему? Потому что я всегда знаю, что я кушаю. Вместе с этим, привлечь ваше внимание, я знаю то, что говорит для меня предписанным Словом Божьим. Аминь. И это, наверное, то, что передавалось из поколения в поколение. Моя мама, так сказать, была набожная. Она не была такой верующей, религиозной. Но она всегда говорила так, что он где-то есть там. Но лучше, как бы, не портить с ним отношения. Нужно поступать так, как поступала моя бабушка, моя бабушка, моя бабушка. Я приведу вам такой вот пример, случай такой. Знаете, с кулинариной немножко так связан, поэтому знаю, что это такое. Вы просто поймете. Знаете, как одна дочь жарит на сковородке мясо. И потом она зовет своей маме и говорит, мама, что мне с ним сделать? У меня не получается здесь. И потом мама говорит, да, точно, я должна спросить у своей мамы. А там, это традиция наша, это же наша жизнь. А там мама спросила у своей мамы, а там мама еще у своей мамы. И там мама сказала, что не помещается только одним образом, что нужно порезать края и тогда положить на сковородку. И все тогда поместится. Это наша традиция, культура, в которой мы живем. Вы понимаете, о чем я говорю? Да? О том, что я не задаю себе вопрос, как это происходит. Потому что это так мои делали родители, так делали мои. Но мы знаем, что мы поколение, которых спас Бог. И мои дети, они растут уже во мне. Они не знают ничего существенного. Вы знаете, мои дети, слава Богу, они не знают ни одного советского мата или русского мата. Они знают только конкретно нормальные слова. Иногда они используют какие-то такие замудренные на русском языке, но они даже не понимают, что это такое. И, конечно же, как израильтяне иногда выговорят какой-то мат, но они просто говорят, как попугаи. Они не соображают этому. Но когда мы знаем Слово Божье, и когда оно живет через нас, мы знаем, что оно движет нас. И вот одно последнее, уже в последнем скажу, что ибо я Господь Бог ваш. Это 44 стих из Левит 11 главы. Ибо я, Господь Бог ваш, осветитесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Это как меня приглашали в Индии, сказали, ничего, мы будем змей кушать, а тебе мы этого не дадим. Да я даже не знаю, как с ними общаться, те, которые кушают эти змеи. Они уже змеи. Они иногда взгляд их такой, как змеиный, получается. И дальше 45 стих говорит, ибо я, Господь, вывеши тебя, вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вообще, если вы читаете на иврите, нигде место не сказано так, что Бог вывел нас из Египта. Везде сказано, что Он вывел из нас Египет. Это удивительный оборот слова именно на иврите, который показывает нам, о том, что Он желает, чтобы мы были такие же, как на самом деле Он является. И вот с Нового Завета, с первой главы, первое послание Петра, 14 стих говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшего в неведении вашим. Но, 15 стих говорит, но по примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках. 16 стих цитирует именно Левитом, то есть сейчас Пороша Шаву, который мы сейчас читали. Ибо написано, будьте святы, потому что Я свят. И Он любит своих детей, так же, как Он любит народ Израиля, Он любит Одессу, Он любит Украину, Он любит весь этот мир. И ради этой любви Он отдал Машеха, для того, чтобы все, кто в Него верят, им приобрели жизнь. Поэтому я верю, что те люди, которые приезжают к нам в Израиль, я находил даже таких, они совершенно не евреи. Парадокс. Там муж еврей, а жена не еврейка. И мы проповедовали им, они приняли спасение, не сами киевляне. И последняя встреча, вот перед поездкой сюда, когда мы встретились вечером, мы кушали прекрасную еду, и они говорили о том, что, ты знаешь, я в мыслях даже не могу помыслить, что я себе что-то не то приготовлю. Потому что, и удивительно было то, что она не еврейка, но себя чувствовала даже более отождествленно с еврейскими. Поэтому, когда мы идем просто по инерции, ничего не приносит нам никакой пользы, никакое слово не влияет на нас. Но когда мы открываем себя перед Богом, это приносит нам благословение, огромное благословение. Субтитры создавал DimaTorzok